Девушки отдыхают В Востоке с самого начала предполагалась совсем другая война. Война миров, идеологическая война, война на истребление. Что еще нужно было Германии на исходе 1940 года? Она достигла доминации на шахматной доске Европы. Великобритания фактически вытеснена с континента. Было достигнуто объединение всех немцев, разобщенных статьями Версальского договора. Гитлер значительно укрепил экономику Германии. Моральный дух немцев был необычайно высок. Они отомстили за унижение 1918 года. Одержали блестящие военные победы на полях сражений. Конечно, страх перед последствиями нового поражения существовал. Геббельс постоянно кричал, что оно будет хуже Версальского. Германский характер, согласно которому немец должен подчиняться или подчинять, облегчал Гитлеру дальнейшие агрессивные шаги. Но все же осмелимся предположить, отбросив идеологические предпосылки, о которых Гитлер часто говорил в декабре 1940 года, что одно из главных условий существования тысячелетнего рейха выполнено все еще не было. Германии не удалось пробиться к нефтяным источникам, гарантирующим немецким моторам господство на земле, в небесах и на море. Объявить целью рискованного похода такую прозаическую причину, как нефть, фюрер не хотел, поэтому в ход пошли более возвышенные мотивы о раздельных непримиримых мирах, богах из германской Волгаллы и необходимости победить Англию, разгромив Советский Союз, который угрожает Третьему рейху потенциально. В начале 21 века разве не из-за нефти американцы вторглись в Ирак? Неужто для того, чтобы искать там безнадежно оружие массового поражения? Или чтобы советский режим Саддама Хусейна заменить на фундаментально исламский? Да оставим теории. Конечно, из-за нефти. О мышлении Гитлера было похоже на поэтический хаос. Вряд ли он, правда, знал Пушкинское и ничего во всей природе благословить он не хотел, но наизусть помнил из Гёте и часто цитировал «Нет в мире вещи стоящей пощады, творение не годится никуда». Субтитры создавал DimaTorzok Бенитто Муссолини переживал черные дни. Итальянские войска, выброшенные греками в Албанию, были накануне катастрофы. Дуччи так кричал на маршала Бадольо, начальника генерального штаба, что маршал оглох на одно ухо и написал заявление об отставке. Его преемником стал генерал Уго Кавальера, которого Муссолини поручил немедленно ликвидировать кризис в войне с Грецией. Чтобы перебросить свежие итальянские части на фронт, Муссолини попросил у Гитлера 50 транспортных самолетов и получил их. Германия предложила свое посредничество между Италией и Грецией. Гитлер дал указание Риббентропу выиграть время, пока вермахт сможет ударом с севера захватить Грецию. Уже 13 декабря Гитлер подписал директиву номер 20, план Марита, предусматривавший нападение на Грецию через территорию Болгарии, о чем еще предстояло договориться с болгарским царем Борисом Третьим. Царь сочувствовал гитлеровским планам, но боялся возмущения собственного народа, в результате которого можно было потерять труд. В начале декабря католическая церковь выступила с осуждением милосердного убийства. Формулировку Ватикана, тщательно скрывающую суть, мало кто тогда понял за пределами Германии. А между тем осуждению подвергалась эвтаназия, умершвление душевнобольных, неполноценных немцев, которая уже около года практиковалась в гитлеровской Германии. Английская армия в Северной Африке, уступая итальянской группировке маршала Грациани в людях и в технике, начала 7 декабря контрнаступление. Войска генерала Уэйвилла в течение пяти дней разгромили итальянцев, изгнали их из Египта и неожиданно для самих англичан продолжили наступление в Ливии. Потери итальянцев были громадные. Только в плен попало около 130 тысяч солдат и офицеров. Британцы захватили 500 танков, 1240 орудий. В самом начале итальянской катастрофы Гитлер в помощь терпящим бедствия союзникам приказал перебросить на Сицилию 10-й воздушный корпус, а 19 декабря Италия настоятельно попросила Германию немедленно направить в Северную Африку танковую дивизию. До этих неприятностей итальянцы с гордостью заявляли, что в Средиземноморье они обойдутся без германской помощи. Что итальянцы потеряли в декабре? Гордость или голову? Скорее всего и то и другое. Как бы то ни было, но Германия в декабре стояла перед очевидной проблемой участия в войне еще на одном театре военных действий. На положение в Средиземноморье в этот период решающее значение в стратегическом смысле имела позиция испанского каудилья Франциско Франко. Франко не допустил вмешательства Испании в мировую войну, о чем так мечтали и настаивали лидеры Италии и Германии. Гибралтар оставался в руках британцев и закрыть вход в Средиземное море странам оси не удалось. Декабрь 1940 года был холодным и туманным, нелегким месяцем для авиации. И без того затухающие действия Люфтваффе по объектам на британских островах уменьшились еще и из-за нелетной погоды. Передышка нужна была воздушным бойцам с обеих сторон. Англичане не успевали квалифицированно обучать новых молодых пилотов, а немцы теряли слишком много и пилотов, и боевых машин. В 1940 году в Германии было произведено 10 826 самолетов, а в Великобритании 15 049 штук. Большой разрыв в пользу англичан. Поэтому без преувеличения можно сказать, что битва за Англию была выиграна на авиационных заводах. Для сравнения приведем еще три цифры. В этом же году невоюющие Соединенные Штаты Америки произвели 12 804 самолета, Советский Союз 10 565, а Япония всего 4768 воздушных машин. Гитлера неудачи его итальянского союзника, может быть, и не особенно волновали, если бы не твердо декларируемый аферером в декабре неизбежная война с Советской Россией. Угроза Южному флангу. Вот что волновало Гитлера, и в первую очередь румынские нефтепромыслы. В стратегические планы Великобритании входило создание Балканского фронта против Италии и Германии. Если бы Уинстону Черчиллю удалось решить одну весьма важную, насущную для Британии проблему, а именно заполучить в качестве союзников три страны – Грецию, Турцию и Югославию, то Англия обрела бы в своем арсенале очень надежный щит, который смог бы обеспечить безопасность английских позиций в восточной части Средиземного моря и на Ближнем Востоке. А между тем, 28 октября 1940 года Италия начала войну против Греции, не поставив, кстати говоря, в известность своего германского союзника. Накануне этого события глава греческого правительства Метаксос встретился с итальянским послом у себя дома, терпеливо выслушал необоснованные и явно надуманные претензии итальянской стороны и в ответ на итальянский ультиматум решительно ответил «нет». Военные действия против Греции, развязанные Италией, немедленно, практически тут же принесли в качестве своего результата итальянская фиаско. Фиаско, которое было очевидным и совершенно безоговорочно. Очень скоро стало понятным, что без помощи Германии Италия вряд ли сможет выйти благополучно из этой авантюры. Оппозиции Англии в развивавшейся обстановке наоборот усилились. Англичане теперь получали возможность развернуть свои военно-воздушные базы на греческих островах и наносить удары по военным объектам Италии и, что самое главное, по румынским нефтепромыслам. А вот это, последнее обстоятельство, уже серьезно наступало на стратегические интересы Германии, которая с этим смириться никоим образом не могла. В начале декабря планирование войны против Советского Союза в генеральном штабе германских сухопутных войск вступило в свою заключительную фазу. Будущий сталинградский фельдмаршал, а ныне первый обер-квартирмейстер, начальник оперативного управления, генерал-лейтенант Фридрих Паулюс провел несколько военных игр по операции Отто через несколько дней, переименованные в Барбароссу. В первой фазе игры рассматривалось вторжение в СССР. Во второй выход вермахта на линию Минск-Киев. В третьей фазе проигрывалось взятие Москвы. На бумаге все выглядело гладко. Немецких генералов не смущали ни большие расстояния, ни проблемы коммуникации. Робкие возражения одного из генералов-танкистов, сказавшего, что танковые моторы не выдержат длительности таких походов, и их придется менять на новые, а значит предусмотреть несколько оперативных пауз, натолкнулись на непробиваемый оптимизм командования сухопутных сил. Италию от полного разгрома в Ливии спас, пожалуй, еще один малый стоп-приказ. На этот раз английского верховного командования. Не осознав масштаба успеха войск генерала Уэйрла, его начальство приказало снять с фронта одну из наступавших дивизий и отправить ее в Судан. Странное возникло положение. Итальянские войска панически бегут на запад, а британские вместо преследования маршируют на восток. Италия в эти дни могла потерять всю Северную Африку. 18 декабря Гитлер подписал директиву номер 21 Барбаросса план нападения Германии на Советский Союз. 18 декабря 1940 года Гитлер подписал свою знаменитую директиву номер 21 оперативный план введения войны против Советского Союза, которому было присвоено имя германского императора Фридриха Барбаросса, утонувшего во время крестового похода в 1190 году. Цель плана заключалась в том, чтобы разгромить основные силы Красной Армии до того момента, пока Сталин сам вторгнется в Европу. Предполагалось, главными силами германского вермахта уничтожить основные силы Красной Армии в западных областях Советского Союза, не допустив их отхода вглубь страны. На всю кампанию отводилось 6 недель. В действительности, на всем плане Барбаросса лежал отпечаток явного оперативного дилетантизма фюрера. В этом плане законы и принципы стратегии безбожно попирались. Группы армий север, центр и юг наносили удары по трем расходящимся операционным направлениям. Силы Красной Армии были неадекватно оценены. Гитлер предполагал, что у Сталина примерно 209 дивизий, 4000 самолетов и около 4000 танков. В то время как на самом деле в распоряжении Сталина зимой 40-41 года было более 300 дивизий, более 14000 самолетов и около 20 тысяч танков. В 1942 году бывший советский генерал-майор Федор Иванович Трухин, попавший в немецкий плен и ставший ближайшим сотрудником генерала Власова, задаст вопрос руководителю немецкой фронтовой разведки Рейнгарду Гелину. «Скажите, — спросит Трухин, — по вашему плану война должна была закончиться после того, как немцы выйдут на линию Архангельск-Астрахань. А что было бы дальше? — спросил Трухин у Гелина. «Не знаю», — честно ответил Гелин, улыбнувшись. Об этом фюрер еще не думал. Конечно, с точки зрения военной, с точки зрения огромного географического пространства, которое должно было стать театром военных действий, директива Барбаросса была просто невыполнима. И генерал Вермахта Гюнтер Блюментрид после войны честно признает, приняв решение о нападении на Советский Союз, Гитлер, безусловно, проиграл войну. Блюментрид был прав, но он только забывал о том, что в той конкретной военно-политической ситуации, которая сложилась для Гитлера, другого выхода у него не оставалось. Поэтому какое бы решение он не принял, оно, безусловно, вело его вслед за Барбаросса, то есть в могилу. Сталин по Совету Берии сменил советского посла в Берлине. Вместо Шкварцева был назначен бывший начальник иностранного отдела НКВД, а затем заместитель наркома иностранных дел Владимир Деконозов. Когда бериевский посол прибыл в Берлин, у него почти месяц не принимали в верительный грамот. Риббентруб принес свои извинения Молотову, но факт этот стал достоянием многих аналитиков и прессы. А Черчилль прокомментировал его с явным удовольствием, заметив очевидную трещину германо-советской дружбы. Проблемы Черчилля были другого порядка. Министр финансов Соединенных Штатов Генри Маргентау в декабре указал на полное финансовое истощение Великобритании. Черчиллю нечем было платить за размещенные на американских заводах военные заказы. Черчилль в письме к президенту Рузвельту использовал символический пример с пожаром у соседа, которому срочно необходим шланг. «Неужели за шланг надо платить?» вопрошал Черчилль. «Ведь пожар необходимо гасить вместе». Рузвельт лично Черчиллю посочувствовал, но потребовал передачи Америки золото-валютных ресурсов в Великобритании. 23 декабря американский крейсер «Луисвиль» был направлен в Южную Африку, чтобы забрать золото на сумму 42 миллиона фунтов. Последние британские запасы. После опустошения английской казны и Рузвельта, и Черчилля начнут посещать мысли об аренде оружия и других военных материалов. Чуть позже это назовут лент-лизом. «В декабре 1940 года Венгрия и Югославия подписали договор о дружбе и вечном мире. Мы уже говорили, что в дни Второй мировой войны ничего вечного не бывает и быть не может. Эта формулировка вскоре дорого обойдется венгерскому премьер-министру графу Палу Телеки, поставившему свою подпись «Под вечным миром». Черчилль на радостях после столь долгожданных для Англии побед в Северной Африке выступил с обращением к итальянскому народу. Итальянцы, я скажу вам правду. Все это происходит из-за одного человека. Один человек. И только один человек бросил итальянский народ в смертельную схватку с Британской империей. Я не отрицаю того, что он великий человек, но никто также не сможет отрицать и того факта, что после 18 лет необузданной власти он привел вашу страну на край ужасной пропасти. Интересно, что всего лишь три года назад именно Черчилль был страстным поклонником Муссолини, заявив, что если бы он, Черчилль, был итальянцем, то лучшего лидера, чем Дуччи, ему было бы не найти. Гитлер на Рождество обезжал в воинские части на Западе и в речи перед солдатами заявил, мы абсолютно уверены в том, что из этой войны Германия выйдет еще более прекрасной. Американский президент в рождественском послании утверждал, что победа в Великобритании неизбежна, а тоталитарные режимы исчезнут как дым. Геббельс приказал своим пропагандистам раскритиковать американского плутократа президента. 23 декабря 1940 года в Москве в Центральном доме Красной Армии открылось совещание руководящего состава рабочей крестьянской Красной Армии. В работе совещания, которое продолжалось 8 дней, приняли участие более 270 представителей старшего и высшего командно-начальствующего состава РКК, включая представителей наркомата обороны, генерального штаба, избранных командиров корпусов и дивизий, командования военными округами. Центральное место в работе совещания занял доклад, прочитанный командующим Киевским особым военным округом генералом армии Жуковым 25 декабря на тему «Характер современной наступательной операции». Фактически, в своем выступлении, которое было подготовлено работниками оперативного отдела штаба округа во главе с полковником Баграмяном, Жуков просто и доходчиво изложил взгляды Сталина на участие Красной Армии в Европейской войне. Они сводились к трем основным положениям. Во-первых, исключительное значение будет иметь внезапность нанесения первого удара, для чего необходимо всячески использовать обман и маскировку в обучении войск. Во-вторых, исключительное значение для нанесения первого удара будет иметь массированное применение авиации, танков и особенно воздушно-десантных войск. И, наконец, третье, последнее. Массированный удар должен обеспечить разгром от одной-второй до одной-третьей сил вероятного противника. Жукова аплодировали все, включая Сталина. Вообще, вопросы обороны на совещании рассматривались либо скомканно, либо вскользь, и к ним относились как к составной части глубокой наступательной операции. Робкие попытки начальника генерального штаба Красной Армии Кирилла Афанасьевича Мерецкого обратить внимание присутствующих на необходимость обучения войск для стратегической обороны вызвали резкое неудовольствие Сталина и, в конце концов, привели к отставке Мерецкого в следующем месяце. Конечно, какая уж тут оборона, если еще летом 1940 года в документе, который был назван «Задачей по боевой подготовке войск», командующий Киевским округом генерал Жуков писал «Красная Армия была, есть и будет самой нападающей из всех нападающих армий». Тем более, что все участники совещания загипнотизированно верили в одну незамысловатую истину. Только Сталин решит, когда наступит время для участия Красной Армии в глубокой наступательной операции. Действительно, какая уж тут оборона. Генерал Иван Тюленев на этом же совещании выступил с докладом о современной оборонительной операции. Генерал-лейтенант Герой Советского Союза Павел Рычагов докладывал о военно-воздушных силах в наступательной операции и в борьбе за господство в воздухе. А генерал-полковник Герой Советского Союза Дмитрий Павлов об использовании механизированных соединений в современной наступательной операции. Как видите, Красная Армия в первую очередь готовилась наступать. Маршал Жуков позднее напишет в мемуарах. Мы предвидели, что война с Германией может быть тяжелой и длительной, но вместе с тем считали, что страна наша уже имеет все необходимое для продолжительной войны и борьбы до полной победы. Тогда мы не думали, что нашим вооруженным силам придется так неудачно вступить в войну в первых же сражениях потерпеть тяжелое поражение и вынужденно отходить вглубь страны. Этот абзац из мемуаров маршала Жукова в советское время был исключен из книги военной цензуры. Из-за чего конкретно? Первое приближение это, конечно, слова потерпеть тяжелое поражение. Но ведь их можно было в духе тогдашней пропаганды смягчить. Например, вместо потерпеть тяжелое поражение можно было вписать испытать тяжелые неудачи или прибегнуть к вынужденному отступлению на восток. Тогда завентилировать правду умели. Но мне кажется, что собака здесь зарыта в другом месте цитаты и звучит так «Считали, что страна наша уже имеет все необходимое для продолжительной войны». Это ведь очень загадочная фраза по сути значит «считали, но не имели». А ведь лично у Жукова был боевой опыт Холхенгола, где японский истребитель «Зеро» показал свое явное превосходство над советскими истребителями, а пятеро японских ассов, испринимавших участие в воздушных боях, сбили около 150 советских машин. Если в который уже раз отделить пропаганду в дни войны от правды о войне, то надо заметить, что в Красной армии к концу 1940 года было мало новейшей боевой техники, хотя общие цифры танков, самолетов и орудий непрерывно росли. И бесспорно, что уже был на практике реализован целый ряд глубоких военно-конструкторских идей. Уже были опытные образцы штурмовика Ил-2, проходили испытания реактивные минометы, началось производство среднего танка Т-34. Это позволяло Советскому Союзу с большей уверенностью смотреть будущее, чем в прошлый новогодний вечер, испорченный неудачами в зимней войне. С новым 1941 годом в киножурнале «Советский народ» поздравлял молодой летчик. В новогодние поднять бокалы за великого Сталина, который ведет нас по светлой дороге к коммунизму. В новогодние речи американского президента Рузвельта впервые прозвучала сегодня хорошо известная фраза «Мы должны быть великим арсеналом демократии». Эта роль американцев в 20 веке бесспорно удалась, независимо от качества их демократии. После этой речи Рузвельта, который только в ноябре был переизбран на очередные четыре года, ни у кого в мире уже не могло быть сомнений, что Соединенные Штаты не останутся в стороне от войны и что они сделают все, чтобы диктаторские режимы в Европе потерпели поражение. Черчилль, поздравляя Рузвельта с Новым Годом, горячим благодарил его за эту речь и писал «Мы не знаем, что нас ожидает, но услышав этот призыв к действию, мы идем вперед с новой бодростью и силой, полной уверенности, которую вы выразили в том, что в конце концов все будет хорошо для народов, говорящих на английском языке и для тех, кто разделяет их идеалы». Рождественская и новогодняя Германия второй год подряд была засыпана снегом. Это было не лучшей приметой на будущее. К тому же Гитлер очень не любил все снежное, землю, горы, дорожки в лесу. Руководители Третьего рейха выходили на улицы и раздавали берлинским обывателям подарки. Семьям с большим числом детей вручались денежные премии. Шелковые чулки были объявлены пережитком прошлого. Минки стали раскованнее, юбки короче, шампанское исключительно французское. Победоносная Германия весело встречала Новый год, но большинство немцев помнили слова Гитлера о том, что в 1941 году война будет окончательно и бесповоротно завершена. Еще древнекитайский полководец Сун Цзы заметил, что война любит победу и не любит продолжительности. А ему, Гитлеру, накануне 1941 года большинство немцев верили как самим себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok